Приветствую вас. Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Добрый день. На протяжении почти трех лет люблю человек. Ну вот здесь, пожалуй, сразу вопрос к вам. На протяжении трех лет пишите вы «Я люблю человека». А он вас любит? Он к вам. Как относится? Да, я читал ваш текст дальше и примерно представляю, о чем мне речь. Могу сказать то, что вы не задали вопросом. Понятно, что вы хотите избавиться от беззависимости, вы хотите выйти из прошлого, вы хотите начать новую жизнь без него. Это понятно. Но, понимаете, это запрос. И запрос довольно серьезный. Я хочу сказать, что данный запрос, он довольно-таки мощный. И работать по этому запросу с вами можно и нужно весьма продолжительное время. Вопрос в том, захотите ли вы этого. Вот еще вопрос. Потому что лично у меня есть некоторые сомнения относительно того, пожелаете ли вы работать с психологом на постоянной основе, а вам это нужно именно, вам именно постоянная работа нужна, регулярная работа вам нужна с психологом. То есть вот у меня здесь есть определенные сомнения, да? Сомнения именно в том, насколько вы готовы и насколько вы будете следовать терапии и насколько вы готовы над собой работать. Вот это вот эти мысли первое, о чем вам, наверное, стоит подумать, да? Итак, значит, вы пишите, что я люблю человека. Любит ли человек вас? Вот всем вопрос большой. Как он к вам относится? Если он любит вас, то наверняка он хотел бы, чтобы вы были счастливы. Но если он ничего не делает для того, чтобы вы были счастливы, если вы видите, что он как-то вот вас, например, принижает, или как там вас, например, использует. Вот вы говорите, что он поступает с вами довольно эгоистично, да? Когда убегает от вас, не звонит вам, а потом, собственно, опять появляются ваши зрители. Это даже довольно эгоистичное поведение. И вот первое, что нужно выяснить, это то, любит ли он вас? Есть ли взаимность между вами? Знаете, вот этот момент, момент взаимности, он на самом деле определяющий. Если взаимность есть, то тогда можно что-то делать. Если взаимность есть, тогда люди могут как-то свои отношения наладить, как-то сделать, как-то прийти к какому-то компромиссу, да, и так далее. Вот. Но если взаимности речь не идет, то нельзя говорить о том, что отношения равноправные, нельзя говорить о том, что в этих отношениях может что-то измениться в лучшую сторону. Понимаете? Потому что основы, основы для перемен нет. И если человек вас не любит, например, ну, допустим, человек вас не любит, то получается, что вы его, значит, ну, вы-то его любите пока, но вы принимаете все, что он вам дает. Принимаете его неподобающее к себе отношение, да, об этом вы, в принципе, сами сказали. И если вы принимаете неподобающее к себе отношение, терпите его, это самое вот неподобающее отношение к себе, если вы его терпите, значит, вам это для чего-то нужно. Если молодой человек от вас убегает, значит, он не чувствует, что с вами он может стать счастливым. Ну, иначе бы он не убегал. Правильно? И получается, что вы его счастливым делаете лишь только на определенном этапе. Исходя из этого, можно сделать вывод, что вы, проявляя инициативу вообще, не зная, что он рано или поздно убежит, делаете это для чего? Для кого? Для себя. Вам это нужно. Вы даже говорите в своем сообщении о том, что с ним я испытала эйфорию. Вы говорите о себе. Вы не говорите о нем. Вы не говорите о том, что чего хочет он, что чувствует он, что нужно ему и так далее. Вы об этом не говорите. И это нормально, потому что, если бы вы руководствовались тем, что хочет молодой человек, то, скорее всего, скорее всего, вы бы уже давно были не вместе. Потому что молодой человек хочет несколько иного, чем хотите вы. Исходя из этого, можно задать вам вопрос. Так любите вы его или нет? Я больше тянусь, чем он. Тут тоже момент. Если вы больше тянетесь, чем он, то почему так? Вы тянетесь зачем к нему? Вы тянетесь для чего к нему? С какой целью вы тянетесь? Вот именно цель какая? Это важный момент, очень важный момент. Если вы говорите, что я тянусь, если вы говорите, что я тянусь больше, чем он, значит у вас и потребность больше, чем у него. А значит вы нуждаетесь в нем, в молодом человеке. А значит, если у вас в нем нужда, значит опять же это не любовь, это потребность. Вопрос только в том, в чем она, эта потребность. И почему вы удовлетворяете ее только через молодого человека. Это отношение на расстоянии, мы то сходимся, то расходимся. Так, ну, здесь получается, что с одной стороны вы выбираете, выбрали отношение на расстоянии. Почему-то. Здесь сразу, конечно, есть довольно большое количество предположений. Вот, но я предпочитаю, наверное, не высказывать эти предположения сейчас вам, а просто хотелось, чтобы вы подумали, почему вы или по какой причине вы, ну, скажем так, предпочли Ага, реальные отношения с реальными людьми. Отношение на расстоянии, то есть отношение, значит, по сути, предпочли. Отношение, по сути, с иллюзорным образом. То есть отношение на расстоянии, это всегда отношение с образом. Вы образ себе человека нарисовали, вы образ человека слепили, и вы пытаетесь этот образ теперь, значит, наложить на реального человека. То есть вы переживаете из-за того, что реальный человек не поступает так, как вам нужно. Из-за того, что вы нарисовали себе образ, его образ, образ мужчин. И понятно, что мы всегда рисуем образ людей по людей. Понятно, что образ для людей у нас есть всегда, но, во-первых, на расстоянии образа нарисовать легче. Это первое. И второе. И второе. Образ напрямую зависит от желаний. То есть вот какие у вас желания, какие у вас потребности, какие у вас стремления, какие у вас влечения. Вот от этого, от этого и зависит образ. И здесь момент, здесь момент, конечно же, в том, важный момент здесь, конечно же, в том, какие ваши желания. Какие ваши желания, какие ваши влечения и так далее. Вот что, грубо говоря, образует образ. Что образует образ и почему. Вот это, пожалуй, принципиально важный момент. Вот в этом месте, в этом, в этой точке вашего текста и в этой сфере ваших переживаний и чувств. Далее. Значит, расходимся по его инициативе. А, да. Мы то сходимся, то расходимся. Это своего рода эмоциональный качель-качель. То есть, молодой человек, например, вас приближает к себе, допустим. Пока вы ему удобно. Молодой человек с вами, а потом он отдаляется, как только вы с ним сближаетесь. Эмоциональные качели, связанные с отсутствием у вас на должном уровне рефлексии. То есть, отчета о том, что вы переживаете. Почему так происходит? Вы себе как бы не задаете этот вопрос. Например, молодой человек, когда вы с ним сходитесь, почему это происходит? Почему это происходит? Потому, что это нужно ему. Он сходится с вами, потому, что это нужно ему. Он делает это, потому, что это нужно ему. А вы? Вы думаете, что вы нужны ему? Он делает это для себя? Он делает эти вещи для себя? А вы думаете, что он это делает для вас? Он с вами сходится для вас. И вы ведетесь на этом. Вы, значит, верите ему. А почему верите, опять же? Вот с чем связана вера? Слепая вера в человека. Потому что вам хочется верить. А почему хочется верить? Потому что это ваше желание. У вас есть потребность. И вы пытаетесь свою потребность удовлетворить. Но, опять же, только непонятно, почему череп молодого человека. Расходимся по его инициативе. Так. Потом он начинает появляться в моей жизни. Все повторяется. А почему вы позволяете ему появляться в вашей жизни? Знаете, это очень удобная позиция с точки зрения ответственности. Что вот, он в моей жизни появился и все. И я ничего не могу сделать. Никакой ответственности за себя не несу. Но это чья жизнь? Его или ваша? Это ваша жизнь. Он же в вашей жизни проявляется. Наша жизнь ваша. И, значит, вы несете за нее ответственность. За свою жизнь. Знаете? Вы за свою жизнь несете ответственность, а не он. Ему вообще... Вот молодому человеку, да, ему хорошо. Вообще-то говоря. Ему хорошо и здорово знаешь себя. У него все в порядке. А у вас нет. Почему? Потому что он делает то, что нужно ему. И он защищает свои интересы. А вы нет. Потому что он любит себя. А вы нет. Ну, про любовь к себе я еще вам скажу обязательно. Пока так. То есть вы не несете ответственность за себя, за свою жизнь. Опять-таки вы говорите, что вот он появляется в моей жизни. Это неправильно. Это не он появляется в вашей жизни. Потому что он может сделать все, что хочет. Он может появиться в вашей жизни, может не появиться в вашей жизни. Это его право. Потому что вы позволяете ему появиться в своей жизни. Вот это принципиально, принципиально, принципиально важный момент, что вы позволяете человеку появиться в вашей жизни. Почему-то, почему-то, зачем-то, для чего-то, вы позволяете это сделать. Вот и вопрос к вам. Опять-таки, зачем вы позволяете ему появляться в вашей жизни. Зачем? Потому что, что? Потому что надежда. Есть надежда, что молодой человек даст вам то, чего вы хотите. Есть надежда. А надежда, опять-таки, продиктованы чем? Вашими желаниями. Правильно. Дальше. Я же вечный инициатор звонковых сообщений в 90% сообщений. Ну а вы зачем это делаете, для чего? Прийти на расставание. Не готов к серьезному, не хочет двигаться дальше. Не готов к развитию отношений. Он набегает, изжизает, наберет трубки, значит, выключает телефон, потом снова приходит в мою жизнь. Так. Ну, по поводу того, что человек приходит в вашу жизнь, я сказал. По поводу того, что он не хочет развития отношений и не хочет того, чтобы у вас было что-то серьезное. Мне нужно сказать следующее. Во-первых, мужчина и не захочет этого. Мужчина этого не захочет, пока его все устраивает. Вот пока ему все нравится, как обстоят дела, пока ему удовлетворяет то, что происходит с вами. Пока его удовлетворяет то, что он имеет в лице вас. Он не будет ничего менять. Это, к сожалению, это, в этом, в этом, в этом, в этом есть мужчина. В этом вот. проявление. Это с одной стороны. И тогда можно говорить о том, что вам нужно вывести его из зоны комфорта. То есть, вот он. Появился, например, в вашей жизни, а вы ему такая, нет. Я не буду с тобой. А вы ему такая, нет, все, уходи, ты мне не нужен, ты мне не нравишься. И я, в общем, не желаю, не желаю вообще, чтобы ты меня там тревожил, например, да. Вот. 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 Вы ему говорите вот такие вещи. Выводите его из зоны комфорта и тем самым предлагаете ему поступать как-то иначе, как-то по-другому. И вот этим уже вы его как раз таки и стимулируете на то, чтобы что-то в своей жизни менять. С другой стороны, мужчина может и не хотеть. Мужчина может просто не хотеть того, чего хотите вы. И это нормально. Он живой человек. У него есть свои потребности, у него есть свои желания. И я думаю, что он, в общем-то, не должен хотеть того, чего хотите вы. Еще раз повторяю. Это реальный человек, а не образ. Если вы от несерьезного человека требуете серьезного отношения, ну, чья проблема? Ваша или его? Просто подумайте. Вот. От несерьезного человека вы требуете серьезного отношения к себе. Это странно. Потому что, как бы, вы не принимаете его таким, как он есть. Вам-то он нужен серьезным, а он-то серьезным быть не может. И вы его, получается, склоняете к чему? Вы его склоняете к неврозу. Правильно? Вы его склоняете к тому, чтобы он был не тем, кто он есть. Ну, а ему-то это не нравится. Вы же, получается, давите на него, а давление ни одному мужчине не нравится. И в этом возникает вопрос. Тогда. Зачем? Опять-таки, зачем вам такой мужчина? Так. Он убегает. Так. Он трудный. Позже брать на себя ответственность. Так. Я дико не счастлив, но не могу до сих пор отпустить, прекратить эти отношения. Выдерживаю паузу и начинаю звонить и писать. Так. Ну, то, что вы дико не счастливы, это, я полагаю, было еще до того, как вы встретили этого молодого человека, вы были не счастливы. У вас уже были определенные проявления негармонии, потому что вы привязались к нему. К нему сильно вас привязывают. И через него вы получаете то, чего нет у вас. Не могу до сих пор его отпустить. Нет. Вы не не можете. Вы разынаете, как ребенок. Вы не не можете. Вы не хотите. То есть вам нравится то, что происходит. Вам нужно то, что происходит. Вам необходимо то, что происходит. Потому что без этого ваша жизнь, без этого ваши желания, они не будут удовлетворяться. Совершенно. Поэтому слово «не могу», нет. Есть слово «не хочу», есть слово «боюсь», «боюсь». И, опять же, вы не умеете. То есть, чтобы отпустить человека, нужно жить самостоятельно. Да? Вот вы отпустите человека, а вы будете одна. И, как бы, существование в одиночестве, в уединении без другого человека, это совсем не то, до существования с кем-то. Вам нужно полностью нести ответственность за себя. Вам нужно доверять себе. Вам нужно принимать себя. Для этого. А этого нет. Вы не принимаете себя. Почему? Потому что какие-то свои недостатки, какие-то аспекты своего существования, своей деятельности, вы считаете никчемными, ненужными. Вы обесцениваете себя. Но это обесценивание, вот вы пишите, что вы себя обесценивали. Обесценивание это, оно началось раньше, еще до того, как мы встретили этого человека. А человек просто выступил катализатором того, что с вами происходит. Это да. Он выступил катализатором. Но это было вам. И скорее всего это идет либо из семьи, либо из каких-то юнических или подростковых переживаний. Которые не были выражены должным образом и в результате которых закрепились неправильные негативные установки у вас. Далее, значит, не могу ни с кем начать новых отношений. Правниваю секс с ним. Ну, здесь во-первых, идеализация, во-вторых, время. То есть, вы, конечно, не говорите о времени, но я полагаю, что одни отношения сперва нужно завершить полностью. И побыть какое-то время в одиночестве, чтобы переосмыслить вещи. А потом уже выстраивать новые отношения. А не так, чтобы клик клином выбивать, да? С ним я почувствовала эйфорию, так как нежные слова и ласка меня затмили. Ну, вот смотрите, с ним вы почувствовали эйфорию, а без него. Вы говорите, ласка и нежные слова затмили меня. То есть, грубо говоря, любовь. Грубо говоря, внимание. К вам приявили внимание все, это вас затмило. И ведь дело, скорее всего, не в том, что к вам приявили внимание, а дело в том, что он первый это сделал. И, возможно, так, как вам хотелось. Так, как вас затмило. Но это слова и ласка означают, что вы сами себя не любите. Опять же, слова и ласка. У вас приявилось все, вам это нужно, все, вы от этого зависите. А без него. Вот подумайте, как вы чувствуете себя без него? Без молодого человека. Как вы себя ощущаете? Что вы думаете? О себе. Не о нем. О себе. Думаете ли вы вообще о нем? Думаете ли вы, если ему так лучше? Без вас. Думаете, что он появляется в вашей, ну, говоря вашими словами, да, появляется в вашей жизни только потому, что ему удобно. Так, я дико зациклен. На нем вот уже три года. Навязчивые мысли. Навязчивые мысли, это, опять же, нереализованные потребности ваши. Навязчивые мысли, это скрытствие неврона. Да, цикленность. Это скрытствие неврона. Здесь, я думаю, смотрите, как можно поступить. Есть одна техника, она, в общем-то, доступна в интернете. Когда вы просто отслеживаете свои мысли. То есть, вы просто, как бы, выступаете наблюдателем. И когда вы зондируете свои мысли, если у вас появляются мысли, которые вам не нужны, например, мысли о молодом человеке. И вы просто говорите, что вам не нужна, и переключайтесь на другую. Здесь можно говорить и о внимании, о тренировке внимания. Здесь можно говорить и о налаживании вашего досуга, об организации вашего досуга, об общественной деятельности, чтобы вы как можно больше уставали, чтобы у вас было как можно больше новых впечатлений и так далее. Но при этом работа над собой, естественно, тоже. Моя основа только на нуле. Почему? Я себя не ценю и вас обвиню. Опять же, почему? Понимаете, чтобы поднять самостоятельно, нужно разбираться в том, что ее опустило. А была ли она когда-нибудь у вас на высоте? Как к вам родители относились и относятся? Почему она у вас упала из-за одного человека? То есть вы позволили себе изменить свое представление о себе же из-за одного человека. Почему так? Из-за неуверенности в себе. Это неуверенность в себе. И недостаток ощущения собственной значимости. Вот и давайте подумаем. А почему вы не значимы? Почему вы зависите от другого человека? А потому, что, значит, зависимость от другого человека, в данном случае, вытекает из того, что вам, в силу своей неуверенности в себе, требуются внешние подтверждения каких-то своих качеств. А отсутствие значимости, например, некой личностной обособленности, вытекает из того, что вы свои ценности не претворяете в жизнь. Вполне вероятно, что у вас и ценностей, системы ценностей четкой нет. Но с этим тоже нужно работать. Иначе бы застыкненности не было. Что? Постоянно себя ругает и критикает. За что? Это очень напоминает аутоагрессию. И первый признак именохитма. То есть, вот, когда человек себя ругает, то это не именохитма, садит, садит. Когда человек инстинктивно, подознательно стремится к боли, чтобы именно через боль почувствовать себя значимым, почувствовать себя живым. Но это опять же идет из детско-родительских отношений. Если мама, например, не обращала на вас внимания, либо была отстраненной. Позволяя ему так к себе относиться. Почему? Очень хочу полюбить себя, начать синить. Но для этого нужно сперва разобраться, что именно вы к себе не принимаете. А для этого нужно остаться без него и подумать, как вы себя чувствуете без него, что вы о себе думаете. Это и подходит материалом для того, чтобы полюбить себя. Но это процесс. Это процесс. Это не так, что вот сразу взяли, сразу полюбили себя. Вот. Это процесс принятия. Принятие через вот устранение блоков на пути к уверенности в том, что вы одна, сами за себе, можете быть легко и спокойно. Если вы достойны. Выйти из прошлого и начать новую жизнь. Понимаете, вот это очень, такая избитая фраза. Выйти из прошлого и начать новую жизнь. Новая жизнь не будет. Вы живете сейчас. Вам нужно просто поменять что-то в своей жизни, чтобы, ну, чтобы по-другому было. Вот. Вот. Но это не новая жизнь. Не нужно ставить перед собой такими глобальные цели. Ставя перед собой такими глобальные цели, вы всего лишь навсего отдаляете себя от них, от этих целей. Хочу отпустить его, перестать бегать. Ну, это ваше желание, это ваши проблемности и, опять же, внутренняя пустота. То есть, когда человек зависит от другого, он пытается запомнить себе пустоту. А пустота – это не принятие себя, это отсутствие собственной значимости. Ну, не знаю, что делать и как заставить себя. Ну, заставлять себя, то есть, через вытеснение от чего-то, опять же, не стоит. Так вы из одного попадете в другую. Это неправильно. То не заставлять, ну, на, потихоньку, потихоньку разбираться, что с вами произошло, потихоньку, потихоньку, потихоньку смотреть. Вот. Идеальный вариант будет, если вы расстанетесь с ним, а сами через психолога будете выздороветь себя по-новому. Вот это вот идеальный вариант. Я вбил себе в голову, что ничего хорошего не встречу и никогда не полюблю. А зачем? Вот, опять же, момент. Зачем вам встречать что-то хорошее? Интересно, что ничего хорошего не встречу. Не никого, а ничего. То есть, вам не человек нужен, а то, что он дает. И никогда не полюблю. А зачем? Зачем любить? Вот просто вам это зачем? И что вообще такое любовь? Подумайте об этом. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.